Ветхого Завета У меня вопрос по поводу заветных отношений между нами и Богом. Справедливо ли утверждать, что мы Его народ, и у Израиля нет уже никакого особого положения? Вопрос прекрасный. Согласно плану лекции, вторая часть нашей сегодняшней лекции включает в себя подтему «Израиль и Церковь». Один из самых трудных вопросов современного богословия — характер взаимосвязи Ветхого и Нового Заветов, Израиля и Церкви. Он настолько важен, что выделен в отдельную подтему. Тогда еще вопрос. Можно ли сказать, что избрание, о котором мы говорили, имеет прямое отношение к предизбранию, о котором говорят армянияне и кальвинисты? В нашем случае речь идет об избрании именно народа. Избрание человека, скажем, отдельных израильтян — совершенно другая тема. Когда мы читаем место Священного Писания, это записано в 19 главе книги Исхода, там затронуты темы «Царство» и «Священство». Вы упомянули, что мы будем царственным священством и людьми, взятыми в удел. Вы начали с того, что ими будут все возрожденные. Здесь имеется в виду то же царственное священство, о котором говорится в Новом Завете? Или это нечто другое, отличное от святого народа и царства священников? Речь идет о тех же людях, однако в несколько ином смысле. Это конкретный народ, отделенный для Бога. Однако, как царственное священство, они призваны выполнять вполне определенную функцию в мире. «Царственный» означает «царский», «священство» — те люди, которые обращаются к народу от лица Бога и к Богу от лица народа. Поэтому здесь слышатся отголоски из книги «Бытие». Адам, Израиль, Христос, цари, священники, а также, в случае Израиля и Христа, пророки. Все это фактически взаимосвязано в ходе развития библейской истории. И в конечном итоге указывает, и об этом мы говорили на прошлой неделе, на Христа как на истинный Израиль, каким Израиль и был замыслен, и истинный Адам, каким был замыслен Адам. Воплощением этого замысла и стал Христос. Все Божьи цели сошлись в одном человеке, в одном избраннике Божьем. Однако, если учесть то, что говорит Священное Писание, что Дух, воскресивший Христа из мертвых, оживляет и нас, дает жизнь смертным телам нашим, мы приобщаемся к Нему, формируя тем самым тело Христова. Я ответил на Ваш вопрос? Думаю, что да. Мне кажется, что Бог этим как бы предзнаменует то, что собирается вершить в будущем. Да. Да, верно. На мой взгляд, Ириней был прав. И это один из фундаментальных моментов в греческо-ортодоксальной традиции. Ириней утверждал, что Ветхий Завет заключает в себе божественную педагогику. Выражается она в том, что на разных этапах истории через отдельных людей, таких как Моисей, через всевозможные институты и практики, такие как система жертвоприношений, через события вроде Исхода, обозначает как словесно, так и понятийно то, что найдет свое видимое выражение во Христе. Понятно? Без подобного рода предшествующих событий и обозначенных понятий, без исторических личностей и определенных установлений, как понять смерть Христа на кресте за грехи мира? В VI веке до н.э. римский полководец Варес казнил через распятие в окрестностях Назарета 6000 евреев в ответ на их восстание против римлян. Так что отличает распятие Христа от многих других распятий, столь характерных для того времени? Понять, что делает его важнейшим, ключевым, поворотным событием в истории мира, значит увидеть, что посредством Завета, посредством истории Завета, посредством определенных событий в истории Израиля, Бог открыл способы, даровал основу для понимания уникальности распятия Христа. Еще один вопрос. Меня очень интересует вот такой вопрос. Мы говорили о том, что в истории израильского народа были разные Заветы. Например, Завет Божий с Авраамом был безусловным, а Завет Божий с Моисеем был заключен как условный Завет. Тот Завет, который Господь заключает с нами, тоже безусловный. Есть ли какая-то связь между этими Заветами и доктриной спасения? И если есть, то не могли бы вы ее пояснить с точки зрения богословия? Итак, суть вопроса, насколько я понимаю, в следующем. Глядя, скажем, на Израиль и Авраама, понимаешь, что Завет с Авраамом был безусловным, тогда как Завет с Израилем условным. Проливает ли это какой-либо свет на вопрос о спасении отдельного человека и незыблемость этого спасения, особенно с точки зрения полемики между кальвинистами и арменианами? Глобальный вопрос. Лично я усматриваю разницу между Божьим действием через Авраама как конкретного человека и Божьим действием через Израиль как народ. Помните, Завет, который Бог заключил с Авраамом, можно охарактеризовать как Царский Завет. Завет же с Израилем, Завет Сюзеренский, заключенный между Господином и Вассалом. Это Завет условный. Поэтому я поддерживаю мнение Майкла Хоттена, согласно которому отношения Бога с Израилем как народом были таковы, что впоследствии получило название «Заветный намизм». То есть этот народ сформировался и вошел в землю, обетованную по благодати, но оставался он там благодаря своим делам, ибо, согласно Завету, нарушение условий грозило ему изгнанием из земли. Вместе с тем, на отдельно взятых представителей народа это условие не распространялось, потому что взаимоотношения каждого отдельного израильтянина с Богом определялись Заветом с Авраамом, ибо в свете Нового Завета все мы, дети Авраама, уповающие на Божьи обетования, как Ветхозаветные, так и Новозаветные. Я ответил на Ваш вопрос? У Вас прекрасные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok